Каждый макмах уникален, и уникален он прежде всего людьми, потому что каждый раз получаешь заряд позитива, заряд положительных эмоций, самое главное, невероятный объем знаний, которые коллеги приносят из своей практики. Для нас это очень ценно, потому что только через практику мы можем познавать мир и очень приятно общаться с нашими коллегами, которые рассказывают то, как оно есть на самом деле. Это профессионалы с большой буквы, и самое главное, что в них мы очень и очень ценим, кроме их профессионализма, это, конечно, их личные человеческие качества. Огромное спасибо за то, что вы с нами все эти годы, что мы развиваем отрасль. Макмах – это каждый год что-то новое, новые симпозиумы, новые знания. А сейчас очень много это радует, это цифрового контента. Наш современный мир, мир медицины, цифрового контента. Макмах всегда идет в ногу, и, конечно, сегодня это достаточно было много интересного цифрового контента, это очень радует. Макмах дает много знаний, энергии и, в общем-то, вектора, куда развиваться в плане антибактериальной терапии и микробной резистентности. В этом году довольно много у нас было вопросов, связанных с организацией информации, информатизацией в микробиологических лабораториях. Конечно, еще интересный момент, что чаще мы поднимаем вопросы о том, насколько важно вот эти данные доносить уже до не только лечащих врачей, но еще и для студентов, чтобы было как раз активное взаимодействие в этой области. Я врач-клинический фармаколог. Ценность Конгресса для меня, во-первых, это новый контакт, это возможность пообщаться с коллегами, возможность узнать что-то новое для себя. Каждый год Конгресс Макмах является для меня самым ярким событием года. И Конгрессу в связи с этим я хотела бы пожелать сохранять уровень и продолжаться еще многие-многие годы. Познакомился изначально с Конгрессом по работе, ездил на данные конференции как организатор. В последующем уже настолько это стало обыденным, что сейчас свою жизнь без Макмаха я не представляю. Естественно, очень много представлено в зале докладов, которые представляются экспертами и лидерами в своих областях. Поэтому всем, кому интересно, все, кто хочет получить новую информацию, либо показать то, что есть у них, всегда рады, присылайте, связывайтесь. Будем общаться, развиваться. Меня зовут Александра, я из города Москвы. Я ординатор второго года. Да, ценность Конгресса лично для меня в том, что освещаются новые актуальные темы антимикробной терапии, также и микробиологические темы, очень важные для клинической практики. Я из города Челябинска. Прибытка Ольга Владимировна заведую отделением клинической фармакологии в одной из крупнейших больниц и главной фармаколога города Челябинска. Не пропуская ни одного года на этот Конгресс, вместе со своими коллегами всегда стараемся прислать свои тезисы, свои постеры, то есть поделиться своей информацией однозначно, получить нечто новое. И хотелось расширить диапазон знаний, потому что сейчас, ну, к сожалению, есть проблемы с ранеными нашими, как их выхаживать и как лечить, проблемы с патологией зрения и так далее. То есть нашему Конгрессу можно расширяться, расширяться по тематике, чего я и желаю. Я студент третьего курса факультета медицинская биохимия. Мне стало после сдачи экзамена интересна микробиология. Перед научной работой мне предложили съездить на МАКМАХ в Москве. Главное событие антибиотикоизистентности в России. И здесь совершенно прекрасные доклады. Собрались все главные умы микробиологии. И если вы тоже собираетесь делать научную работу или, в принципе, увлекаетесь микробиологией, на МАКМАХе всегда будет интересно, вход всегда для всех открыт. И это замечательно для любых студентов, любых специальностей. Я врач-клинический фармаколог, город Челябинск, больница ГКБ номер 5. Работаю больше 20 лет специальности. Конгресс меня привлекает своей мультидисциплинарностью, погружением в профессиональную среду, такой вот нетворкингом, нет нетворкингом для нашего профессионального всего сообщества. Я бы хотел пожелать Конгрессу в дальнейшем максимального привлечения молодых начинающихся ученых и максимального их признания с памятными подарками, чтобы люди росли, чтобы были специалисты на чьих-то столпах и плечах. Мы бы шагнули дальше и добились бы новых успехов и процветания. Конгресс МакМах лично для меня – это движение вперед. Именно на Конгрессе возникают новые задачи, проекты, которыми ты будешь заниматься по приезду домой, будешь делиться новостями своими коллегами и внедрять те новые идеи, которые ты узнала на Конгрессе. Пользуясь случаем и возможностями, от всей души поздравляю Роман Сергеевича Козлова с высокой наградой – медалью Академика Павлова. Меня зовут Голубь Мария. Я обучаюсь на первом курсе стоматологического факультета, но очень давно увлекаюсь написанием научных работ. И я очень рада, что я посетила конференцию МакМах, которая дала мне новые возможности для того, чтобы понимать, куда я хочу двигаться дальше, какие идеи я хочу создавать и реализовывать. Меня зовут Фу Цинбо. Я прибыл из Китая, из города Саймэня. И для меня большая честь присутствовать здесь сегодня. Здесь есть замечательная возможность обменяться мнениями по современным технологиям, по медицинским технологиям, с российскими коллегами. Я занимаюсь разработкой системы Molitov-Mask. И в настоящее время мы ведем активное исследование в данной области. И здесь, на этом конгрессе, я вижу конструктивную атмосферу, в которой мы можем поделиться теми достижениями, которые есть у нас. Если будет такая возможность, мы будем очень рады принять участие в конгрессе и в следующий раз. Были три замечательных дня, наполненные кучей знаний и эмоций. Для себя я сделала вывод, что в следующем году обязательно приеду. 100% приму участие в новом конкурсе. Спасибо, что есть возможность в таких конкурсах вообще принимать участие. Приехали сюда командой. Командой кафедры фармакологии, клинической фармакологии и биохимии Чувашского госуниверситета. Познакомились с командами других университетов, других крупных клиник. И считаем, что этот конгресс очень полезен. И очень важно проводить такие конкурсы для молодых ученых, где в этом году конкурсантка стала победителем из нашего вуза. И поэтому считаем, что это очень круто. В следующий раз будем обязательно участвовать. Меня зовут Алина. Я лаборант-исследователь в главном онкологическом центре имени Блохина. Занимаюсь разработкой рекорсных препаратов для онкозаболеваний. Один из самых ярких моментов – это научная выставка, которая проходила. Было интересно посмотреть новые разработки и то, как новые системы подключаются к старым программам. Что могу пожелать Конгрессу? Мне, как молодому специалисту, не хватило какого-то конкурса для молодых научных сотрудников. Каждый симпозиум, каждый доклад дает мне почву для размышлений. Порой очень сложно оценить, какой доклад был лучший, какой более интересный. И заставляет переоценить свои какие-то знания и подходы. Очень приятно видеть старых друзей. Очень приятно, что появляются новые докладчики. И тоже очень яркие и интересные. Большое спасибо Конгрессу МакМа. Хотела пожелать организаторам, всем докладчикам процветания, здоровья, благополучия. Надеюсь, что мы будем встречаться еще на протяжении многих лет. Субтитры создавал DimaTorzok